Старт избирательной кампании ДАН. Глава Комитета Государственной Думы по обороне Владимир Комоедов встретился в Севастополе с активистами Коммунистической партии Российской Федерации. Цель визита – обсудить агитационную политику. Как человек, возглавляющий объединенный региональный список Компартий по Республике Крым, Калининградской области и Севастополю, экскомандующий Черноморским флотом считает основной работу по привлечению в партию молодежи. У нас есть хороший баннер такой здесь. Как вам живется при капитализме? И Ленин, понимаете, машет рукой. Я думаю, что со временем каждый молодой человек задумается об этом. Потому что, когда мы были молоды, у нас было завтрашнее, было сегодняшнее. И даже взгляд был в будущее. И он был обеспечен. И медициной, и учебой, и квартирой, и зарплатой, и чем угодно, и любым выбором. Сейчас, к сожалению, этот вопрос для молодежи закрыт. Пусть и не такими темпами, как хотелось бы, но процесс пополнения КПРФ молодыми и, что самое главное, перспективными кадрами идет. Среди молодежи, приходящей в партию, много одаренных ребят, способных уже сегодня успешно решать встающие перед ними вопросы. В их числе и Ольга Кальницкая, шесть лет назад решившая, что программа Компартии ей наиболее близка. Омоложение у нас идет интенсивными темпами, потому что ребята приходят даже сами в районный комитет. Наверное, видят какую-то нестабильность в нашей стране, в нашем городе. Поэтому желают изменить собственными силами и видят в коммунистической программе те цели, которые необходимы для того, чтобы изменить свою жизнь, в первую очередь свою и своих детей, свое будущее. Представители молодежного крыла уверены стереотипу, что КПРФ – это партия пожилых людей, пора остаться в прошлом. Это партия молодых, новых, инициативных людей, которые пытаются каким-то образом объединиться в такой силе. И я считаю, что альтернативы Компартии на данный момент нет. Коммунизм – молодость мира и строить его молодым. У нас очень сильно движение – это ленинского комсомола. И партия обновляется. Мы, если посмотрим по статистике, мы уже помолодели и довольно-таки существенно. Поэтому в этом плане у нас все хорошо. Как молодежное крыло партии, так и умудренных опытом коммунистов сегодня в первую очередь волнуют вопросы насущные. Перспективы совершенствования жилищно-коммунального хозяйства, улучшения качества медицинского обслуживания, повышения заработных плат и пенсий – вот, что интересует простых людей. В Горком очень много идут людей со своими бедами. Путем изучения общественного мнения мы знаем, чем дышит практически каждый в Севастополе, что его волнует. И, как правило, это не освоение Маркса и Луны. Это те бытовые, житейские проблемы, с которыми он сталкивается каждый день. На первом месте находится проблема найти работу и заработная плата, которая в Севастополе, по-моему, насколько вот последняя статистика говорит, самая низкая среди всех 85 регионов России. Это то, что пенсии не индексируются. Наши пенсионеры влачат нищенское существование. То, что не создаются, как это было обещано, рабочие места. Решить данные вопросы без финансово-экономического развития региона нереально. Да и ограничиваться одним направлением неразумно. Городу нужна долгосрочная стратегия как строительства новых предприятий, так и восстановления существующих, считают в Коммунистической партии Российской Федерации. Оборонно-промышленный комплекс, который, кстати, занимал одно из серьёзных мест с точки зрения производства экономики, сейчас не то, что на боку, мне кажется, он даже не на коленях, он просто по-пластунски. Да, распластан на территории Севастополя, его надо возрождать. Точно так же, как возрождать судостроение, судоремонт, понимаете. Это оборонно-промышленные предприятия, электронику. Для воплощения проекта в Коммунистической партии Российской Федерации необходима победа на предстоящих 18 сентября выборах. Поэтому подготовка к единому дню голосования идёт тщательная. Основные приоритеты уже расставлены. Мы большое внимание уделяем выборы в муниципальное образование. Как депутатов, которые, ну, можно сказать, чувствуют самые наболевшие вопросы, то есть общаются и живут среди самых простых рядовых севастопольцев. Задача этих депутатов понимать проблемы, оперативно их решать по мере своих функциональных обязанностей и возможностей и доносить как раз таки тем депутатам от Коммунистической партии Российской Федерации, которые в силу своих полномочий уже более весомых могут оказать существенное влияние на продвижение тех или иных вопросов. В том, что люди будут идти к депутатам от Компартии, сомневаться не приходится, уверен Василий Пархоменко. Первый секретарь Севастопольского городского комитета КПРФ говорит, что даже сейчас людей, ищущих поддержки, а порой помощи, предостаточно. У городского комитета, у нынешних наших активистов нет депутатских мандатов, нет властных полномочий. Мы делаем все возможное, и то, что к нам обращаются ежедневно десятки людей, говорит о том, что Севастопольцы верят и доверяют коммунистам. Для многих сегодня, как и в советские времена, обращение в КПРФ остается единственной надеждой на успешное решение их вопросов. От победы же партии на выборах зависят судьбы не отдельных людей, а целых регионов. Субтитры подогнал «Симон»!